Всем привет, дорогие друзья! И сегодня я бы хотела вам рассказать про LEGO Technic 42-117, а именно гоночный самолет. Вот так вот он выглядит и сегодня мы будем его обозревать, вот этого маленького дружка. Ну что ж, давайте расскажу по инструкции. Опечаток я, опять же, не нашел. Она, конечно, растянута, ребята, на целых 50 страниц и даже больше. Не очень, конечно, это приятно, хоть можно было бы вот такой самолетик собрать за 10 или за 20 страниц вообще, потому что он на самом деле, кстати, по размерам довольно-таки прикольный, потому что у него размах крыльев больше 10 сантиметров, а это уже, ребята, класс, согласитесь. Вот. Даже почти 20 где-то. Давайте рассмотрим дизайн и его функции. Во-первых, функция при езде у нас крутится пропеллер. Здесь у нас вал, кстати, крутится он довольно-таки туго. ну, не знаю, его катать вообще как-то не очень приятно, если честно, если вы хотите ребенку такой набор купить. Дальше. У него открывается, так сказать, капот его вот таким способом. Там мы можем посмотреть вал, как раз соединяющий пропеллер с колесами. Вот. Ну, это так, функция уже просто, так сказать, даже для красоты. Ну, что ж, погнали смотреть интересные и новые детали для этого набора. Так вот, новых деталек вообще и довольно-таки редких у нас здесь не так уж и много, но зато очень много полезных. Во-первых, детальки в новом цвете, там еще есть и большая панель. Вот. Давайте, как раз я вам ее покажу. Вот она. И также есть вот такая микропанель в новом цвете и вот такой коннектор, очень полезный. В новом цвете тоже. Еще очень много деталек в белом цвете и особенно много коннекторов два в белом цвете. И также есть вот такие лифтармы 5-студовые, очень редкие, особенно в таком цвете. По-моему, даже они только в этом наборе есть. Естественно, пропеллер. Вот. И вот такое вот колесо, которое может оно у нас длиной в полстуд и с покрышкой тоже на полстудовый буш. Вот так. Так вот. И еще у нас есть вот так называемое мной крыло. Вот. И вот такая систем, деталь стекла. Может пригодиться очень. Дальше есть еще вот такая деталька. Я, если честно, даже название не знаю, но в оранжевом цвете ее тоже не было довольно-таки долго. И вернулся еще вот такой вот пин с ограничителем в оранжевом цвете. Давно тоже не было. Ну, собственно, вот и все детали. Теперь погнали дальше. Ну что ж, подводим итоги нашего сегодняшнего обзора. Наборчик, в принципе, оправдывает свою цену. И новый цвет деталей, и как ресурсник он хороший, ну и как игрушка, естественно, для ребенка тоже подойдет. Ну что ж, ребята. Вот такой вот был у нас сегодня обзор. И если вы наберете под этим видосом тоже 5 лайков, то выйдет еще один обзор на вот этих двух чувачков. И если вам это хочется, то ставьте палец вверх. И всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok